Кто из молодых людей не любит футбол, солнце и лето? А если еще эти понятия соединить, получится пляжный футбол. Один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире сегодня и в Бресте. Товарищеский матч между представителями правоохранительных органов и трудными подростками на территории Грибного канала проходил в первый раз. К участию в матче было привлечено около 30 юношей, начало пути которых из трудных мальчишек в спортивные и активные положено. Надо всегда поддерживать форму, всегда тренироваться, чтобы выглядеть красиво, здорово и не вредиться алкоголями всякими, спиртными напитками. Всегда поддерживать форму. Это лучше всего. А какое место спорт в твоей жизни занимает? Наверное, второе после учебы. Это лучше к здоровью идет. И это более интересно, чем сидеть в компьютере. Организация таких соревнований – это в первую очередь популяризация активных видов спорта. Это среди молодежи пропаганда здорового образа жизни, но и, конечно, прекрасная альтернатива дню, проведенному перед компьютером или в плохой компании. Уберечь, показать им, что можно активно проводить свой доступ, активно заниматься, играть, быть в тренде, как модное слово сейчас у молодежи, и тем самым уберечь от наступления каких-то негативных последствий их и их родителей. Одной из задач является популяризация здорового образа жизни, спорта, туризма, физкультуры. На сегодняшнем турнире областная организация «Динамо» участвует в организации судейства. Очень много сотрудников профильных органов, членов общества «Динамо» является судьями различной категории. Поэтому сегодня самые лучшие будут судить этот турнир. Не только познакомиться с сотрудниками милиции, но и пообщаться с ними в благоприятной и дружеской атмосфере, посоревноваться в справедливом и честном поединке – задачи инициативы. Участники матча абсолютно разные, но объединяет их одно – неравнодушие к пляжному футболу. Пляжный футбол – это для нас, для Беларуси, достаточно новое направление, хотя проводится уже достаточно давно, но пик популярности он только набирает. Я думаю, что к тысячелетию города, к 2019 году, все это будет еще веселее. В Бресте сегодня насчитывается около 200 детей, находящихся на профилактическом учете. На территории Брестского района порядка 30. Что примечательно, сегодня специалисты отмечают снижение роста подростковой преступности. Тенденция положительная, и чтобы сохранить и приумножить хорошие результаты, подобные акции будут проводиться на регулярной основе. Инициатива рассчитана на долгосрочную перспективу. Мы такие мероприятия будем проводить. На самом деле оно имеет эффект, потому что занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, очень важна. И то есть именно такие мероприятия, через спортивные мероприятия, через, может, туристические лагеря, через туристические слеты, мы можем достучаться до сердец этих ребят. Дети занимаются спортом. Может быть, это отвлечет их и от вредных привычек, и от именно ненужных мыслей, которые их посещают. А ненужные мысли приходят всегда, когда есть безделие. И занятости несовершеннолетних – это приоритетная задача и отдела по делам молодежи, ну и всей страны в целом.